Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж-тайм». Всем доброго вечера, добро пожаловать в «Стриж-тайм». В ближайший час по обыкновению мы с вами проведем вместе и сделаем это весело. Хорошо. Почему, пашенцы? Потому что с Рождеством, Ксения. С Пасхой, так? Нет, дело в том, что честь вашей красоте. Салфет вашей мести. Потому что сегодня у нас последняя программа в этом сезоне. Мы закрываем сезон, который длился 4 месяца. И уходим на каникулы на 2 месяца. Вы о себе во множественном числе, Ксения. Но мы с тобой. Программа-то... А, вон что. Программа «Стриж-тайм». Я имею в виду, конечно. Программа «Стриж-тайм» сегодня выходит последний раз в этом сезоне. И в следующий раз мы встретимся 4 сентября. Не 3-го, как у Шапутинского, а 4-го. Ну, как раз отметим и встретимся. Да, 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 4 сентября. Ну, а я рада представить группу моих старых, старых знакомых. Мы очень давно не виделись. Мы не виделись 6 лет. Я точно это знаю, потому что вы были на моем 45-летии, а мне сейчас 51. Соответственно, мы не виделись 6 лет. Группа «Рождество». Гена Селезнев, солист, Андрей Насыров, гитарист, и Сережа... Барабанщик. Калинин. Калинин. Просто барабанщик. Которого не слышно. Сережа, потому что барабанщик. Потому что просто барабанщик. Подтянись, брат. Подтянулся. Да, да, да. Здравствуйте все. Ну, у вас тоже, в общем-то, как я понимаю, маленький праздник в виде десятилетия группы. Ну, у нас такой год юбилейный прям идет, да, Ксюша. Очень приятно, да, сначала поздороваемся. Хочу сказать от всей группы, ну, вообще, наверное, от всей нашей благодарной публике тебе огромное спасибо. За тот наш самый-самый первый эфир, который я часто смотрю на «Ля Миноре», который был, помнишь, да? Именно он дал толчок такой, ну, да, Андрюш, помнишь, да? Многие писали нам, звонили. И реально для нас был самый большой... Это первая наша передача была. Да, да, да. И начала пену вот эту вот гнать я вокруг Рождества, что классные ребята, классная группа. Это было я, это действительно. Это было открытое. Большое тебе спасибо. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо большое, что помните. Но сегодня, помимо того, что мы будем слушать, ну, одну песню мы послушали вашу любимую, еще одну послушаем вашу любимую, а вот в середине часа по обыкновению у нас премьера песни. Новиночка будет. Новиночка прозвучит, но ближе уже... Я что-то пропустил. А ты не знаешь, что ты написал песню, да? Я не знал, что сегодня будут показывать ее. Нет, показывать я не знаю, что будут. Может быть, если клип есть, то, наверное, покажет. Если нет, то, видимо, будет картинка. Может, в прямом эфире что-нибудь изобразить? Стоп-кадр. Я понял. Не-не, вы включите, а я здесь буду показывать картинку. Да-да-да. Именно так. Нас не только слушают, но и смотрят. Это, как это, наверное, заметил. Ну, что же, наверное, было бы логично. Но, кстати, я не так, чтобы прям следила за вашим творчеством все это время. Ну, так прям отслеживала. Но всего одну песню я заметила новую для меня. Но она довольно-таки давно уже звучала. Это «Ирка». Такая пошловатое песня про пляж, про канала. Сколько лет прошло. Да это вообще... Мы давно с тобой точно не видели. Ну, это точно, конечно. Сейчас мы дописываем седьмой альбом. Это понятно, но везде где... Во-первых, не «Ирка», а «Ирочка». «Ирочка». Это по-разному. «Ирочка». Да, не надо так говорить. Не «Ирка», а «Ирочка». «Ирочка». Да, но дело в том, что в основном везде... Я же не хожу на ваш концерт, и меня не зовете, потому вы его... Нет, как-то один раз вот фееричное выступление, помню, было, да? Ну, это... Но мы в Москве резко бывали. Вот в том-то и дело. Один раз у меня пригласили в 16 тонн, и у вас перенесли этот концерт. Я приехала, а мне сказали, оп, перенесли. Но это было тоже лет пять назад, наверное. Да, это было давно, да. Вот. И поэтому... А то, что я слышу на разных радиостанциях, то, в принципе, это то, что я знаю. Вот что я делаю. Нет. Нового ничего нет. Это, знаешь, сейчас... С отчетом, будьте добры. У нас как-то был момент один раз еще, значит, в Анапе, по-моему, я все время путаю. Ну, летом где-то открытая площадка. В Волушке. В Волушке. И вот, значит, на пляже подходит женщина такая. Ой, здравствуйте, мальчики. Я говорю, здравствуйте, красавицы. Они, я знаю ваши три песни, сегодня на концерт приду. Я говорю, даже заодно тебе благодарен. Ну, и уже концерт, когда прошел, уже все, после концерта там раздавали автографы. И она такая стоит, говорит, ой, Геночка, переслушиваешь все твои песни. Поэтому я тебе даже благодарен за одну песню, что знаешь. А все остальное, это уже личное. Я знаю один альбом. А, ну, самый первый. Самый первый, да. Я понимаю, это намек, это надо подалить пластиночку. Конечно, конечно. Ну, что, я по магазинам, что ли, ходить буду, сказать? Рождество-то. А на самом деле Пасха и всякие сочельники и так далее, это просто на шансоне, в программе по заявкам, так люди вас просят. Вас называют разными праздниками. Христианскими. Серьезно, включите Пасху. Слушайте, что я не слышал. Включите Пасху, да. Группа Великий пост. Браво. Серьезно, мы... Я таких погонялов не слышал свой адрес. Включите Пасху. Великий пост круче. Да, да. Нет, сочельник там, ну вот это что. Слушай, ну вы порадовали. Да, да. Можно я передам огромное спасибо всем-все-всем? И хочу от всей группы, может быть, для себя лично точно я хочу попросить после случая прощения у всех. Вот мало ли где кого не увидел, не успел доехать, а где-то кого-то увидел, может, где-то не так поговорил. Друзья мои, вы уж извините, да, мы артисты такие все немножко сумасшедшие чуть-чуть, да. Я вас всех очень люблю. Ну, так о творческий отчет расскажи. Значит... Творческий отчет. Сейчас мы доделаем седьмой альбом. В планах уже стоит восьмой альбом, который мы уже обсуждаем. Мы еще седьмой не доделали, да, вот надо. Ну, уже восьмой обсуждаем, потому что мы хотим его делать... Нет, ну вот первый альбом, он весь очень хитовый. Ну, кто вот углубился в ваше творчество и нырнул, нырнул, нырнул в него. Что не песня, то реальный хит, просто не все это самое. А вот я не знаю с этих остальных пяти альбомов хоть одну песню какую-нибудь, напой мне. Нет, ну у вас много песен, я сейчас не знаю, просто ты не слышал. У нас все песни хорошие. Мы тебе подарим альбом «Родное сердце», тебе надо послушать. Обязательно, обязательно, а то я все по старинке-то кручу, вот это, под подвязание этой старой песни о главном. Тебе надо послушать шестой альбом. Нет, но смех смехом, я, конечно, понимаю, что в десять лет вы, то есть вы в Москве редко бываете, но в десять лет надо отметить. Дай я скажу, пожалуйста, а то это меня прямо задело, да, извини, хочется поговорить, давно тебя не видел. Мы всегда с ребятами, знаешь, когда пишем новый альбом, да, я всегда молюсь, чтобы одна песня ушла в народ, да. Вот если народ примет, да, и поэтому, ну вот, не было бы, а что, да, а не живите с нелюбимыми. Да, я тоже только-то про нее подумал. Да, кстати, «Оптичка» ты не слышал эту песню, да? Нет, «Нелюбимую». Эх! «Не живите с нелюбимыми». «Не живите с нелюбимыми, это просто друзья». Шестой альбом. Шестой альбом, да. Не слышала. Вот и шестой альбом. Догоняй. Вы к нам в «Живую струну», по-моему, приходили и исполняли. Это называется «Меня не было пятнадцать лет в шансоне». Я же вернулась в «Немножко не в материале». Немножечко. Догоняй, догоняй. Немножечко отстала. Ну, хорошо, но новая песня, которая у нас сегодня будет. Да много на самом деле. Вот, но это совсем новая или она с какого-то альбома «Бабочки», которая называется? И это вообще новая, это никто не слышал еще. Вообще, просто пример. Это мы делаем вот то, что альбом, который сейчас будет. У нас даже Серега ее не слышал, да, Серега? Да. Первый раз уже слышал. Она без барабанов? А кто барабанил? Нет, может быть, это акустический вариант. Он только на репетициях был, да. Это да, это новое. Слышал, слышал. Слышал, конечно. Это я шучу так. Вот. Это новое. Давай прервемся. Есть такое мнение? Давайте прервемся ненадолго, но песню мы пока не будем слушать. Нет, 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 мы в половине часа. С затравочкой такая надолго зашла. Да, 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 мы потихонечку подкрадываемся. Не нравится вам затравочка такая. Прервемся. Ксения Стриж в программе «Стриж тайм». Только на радио Шарцов. Еще раз всем добрый вечер. Говорю по Рождеству. В полном составе сегодня. Вы думаете, что мы тут скучали, пока вы с интересом слушали рекламу. Мы слушали удивительную историю про то, что Гена Селезнев, он же пожарный. У него же золотая каска. У него же золотая каска. Подарили ему в Челябинске. И золотой пес еще. Нет, подарили золотой каску, это антитеррор. Помнишь, мы приезжали, да? Это солдатский золотой шлем такой, это антитеррор. Вымпел вот эти ребята, да, мы там выступали. И когда случился пожар, приехали пожарные, думаю, надо как-то их встретить. Я был в трусах с собакой в этой каске. Я говорю, вахту сдавай. Нам подъезд через два дня генерал покрасил. А Илья, вот товарищ, который приехал из МЧС, мы сейчас до сих пор дружим, на концерты к нам приходят, да? Вот он, Илья, кстати, огромный тебе привет, спасибо за все, да? То есть прям вот познакомились на пожаре. Пожар это страшное дело, потому что я сама пережила. Пожар в 97-м году. Ты молодец, да. Да-да-да, вот. Но вот скажи слушателям то, что нужно обязательно иметь, потому что от огня и от тюрьмы никто не застрахован. Божье благословение. Божье благословение надо иметь и никуда не лезть. Конечно, надо быть повнимательнее. На самом деле... Нет, огнетушитель дома должен быть обязательно. Да, пожар, люди думают, что они дымком подышат, сейчас побегают. На самом деле угарный газ это очень опасно. Один раз вдохнул, два-три раза ты можешь пропасть. Кнопчатый телефон, чтобы обязательно... Кнопочный телефон, да, обязательно. Потому что когда ручки потеют от волнения, то сенсорика... И золотую каску. Золотая каска, лабрадор. Нет, набор джентльмена. Потом, значит, что мы там еще должны были? Сумку, Ксюш. Да-да, первый, первый, первый почуял, пожалуй, лабрадор. Лабрадор, да. Вот, тут два любителя лабрадора сидят. Папашенция и генция. Я не любитель, я профессионал. Да-да-да. Вот, лабрадор почувствовал, значит, телефонка, кнопки нужно, чтобы вызвать пожарку, да. Огнетушитель, чтобы какую-то первую историю. Потом должна быть большая сумка для денег, чтобы ее выносить. Нет, самое ценное. Я бегу, думаю, паспорт, гостамольский билет, что брать? Трусы, носки, куда? Нет, вещи жены. Нет, нет, то, что тоже не то, понимаешь? И в голове, знаешь, вот это такая кашля, думаешь, так жесткий диск где-то там в конце. Спасайся сам, животное. И меня, знаешь, на другом, я забыл сказать, у меня еще кошка Роза, да, и она у меня как в попугай на плече сидела, она чувствовала дым, понимаешь? Я вот сидел в таком виде. А в других карманах все было набито драгоценностями. А драгоценности для меня, это были там маленькие иконы мои и еще мои записки со стихами. Вот, все остальное не имеет ценности никакой абсолютно. Главное, чтобы все были на улице. А жена в этот момент с ребенком, кстати, они где-то отдыхали. И когда приехала дочь, они где-то отдыхали. И я согласил большую, красивую пожарную машину около дома. Отправляю ей. Она говорит, а что это такое? Я говорю, учение. Она позвонила соседке и говорит, нет, все закончилось. В общем, вот такая жесть была. А город подумал. А город подумал учение. А то, знаешь, я там видео снимал, а, представляете, горел на втором этаже. Ну, я не знаю, сейчас мы просто отвлечемся, да. Вот, когда все уехали, одна соседка встретилась, говорит, говорит, Хух, Ген, слава богу. А зато, говорит, как подъезды помыли. За 10 лет так не мыли. Да, с боями там, прикинь. Веселый дом у тебя. Подъезды как помыли. Ну, так вернемся к десятилетию группы. Все-таки что-то в Москве должно быть какой-то, какой-то праздник какой-то. Должен же быть. Ну, мы с ребятами думали, думали, знаешь, как бы, рассчитывали на... У вас какое число? Откуда этот счет идет? Как вы решили? Ну, как, у нас Рождество. Прямо Рождество не подразумевается. Конечно, да. Седьмое января, да? Ну, да. У нас десятилетие, оно, в принципе, долгое может быть. Это 10 лет, как мы встретились, а потом через два года у нас будет 10 лет, как вышел первый пластинок. Так что у нас... У нас еще книгу, видимо, еще никак не выпустим. Сейчас благодаря многим-многим людям, да, там, которые мы дружим, книгу там выпускают. И, пользуясь случаем эфира, хочу пожелать огромной одной замечательной женщине, Ольге Михайловне. Ольга Михайловна, поправляйся, родная, не болей больше, да, ты столько сделал для нас хорошего. Мы тебе все желаем здоровья. А кто это, Ольга Михайловна? Это Ольга Михайловна, это вот человек, ей 80 лет, прекрасный преподаватель. И вот она нас в свое время познакомила с замечательной китайской девушкой по имени Идань, которая сделала нам перевод нашей китайской песни. Почему? Потому что ее же там поют в Китае. Ну, а поют они народно-китайскую песню под нашу музыку. Очень классно, да. О, это целая история. А китайцы, они вообще интересные. Там же, у них же национальный герой Витас. Реально, они ему поклоняются просто. Это он для них, вы их поклоняются. Понимаете, во-первых, у него вот этот голос, вот этот голос, какие-то дельфини вот эти ноты. Ксюш, это наши ребята, это наши парни. А вы китайский-то изучаете сами, ты можете что-нибудь изучать? Ее сахатагина, азарикуати. Это что-то приличное, надеюсь? Это вообще не плохо. Я забыл Кока-Кола. Не думаю, не думаю. Раз так быстро выучил. Нет, это есть такой анейдот, когда наш полицейский стоит, и японец к нему подъезжает, такой, знаешь, на красном Ламборджине, где-то там на периферии. И японец подходит, и он спрашивает, зима, метел. И японец подходит и говорит, азарикуати, кока-кола. А наш полицейский стоит, и говорит, подожди, подожди, вы спросили, как вот он в том белом городе, заснеженном, купить банку чего? Ну, так в итоге вернемся к концерту. Ну, 10 лет мы сейчас, у нас были переговоры сначала в Кремлевском малом дворце. Мы хотели там разговаривать, потом как-то мы подумали, посидели, что вот Лас-Вегас, наверное, будет поинтереснее. Почему? Потому что новая площадка, экраны, то, сё. Да, и там я был на презентации, помню, альбома Кати Лель, да, с которым мне очень понравилось, там вот именно световое решение. Ну, вообще... Там вообще, туда многие из Крокса перебираются, именно туда. Мы с ребятами что-то поговорили, говорю, давайте пообщаемся с нашими друзьями, или с Божьей помощью постараемся в Лас-Вегасе сделать, может, с ним хороший материал на память туда-сюда, пригласим наших друзей, мы концерт там можем затянуть и на два, и на три часа. Подождите, Лас-Вегас — это город, насколько я понимаю. Начнем оттуда. От Вегас. Я обожаю тебя, Паша. ТЦ Вегас. ТЦ Вегас. А Лас-Вегас там, по-моему, играют. Да, да. Играют. Нам туда нельзя. Да. Нам гильдяшки нельзя. Вот. Ну, ты поняла, где это находится? Ну, да. Ну, нам калили, Сергей, ну, чё ты, да. И прямо оттуда на пруды. Да. Там туды-суды. А так, концерты есть, гастроли, как? Ну, сейчас лето. Германия у вас грядет, я смотрю. Есть, да, Германия есть, да. По осени. По осени туда, или ты сейчас спрашиваешь? Плотная Германия. Нет, вообще я спрашиваю. Где вы? Мне хочется знать. Я волнуюсь за вас, как мать. Дай денег, мам. Нет, нет, мамуль, мы идем нормально. Ты не переживай. Я смотрю, время от времени какие-то, с каких-то фестивалей. Я так думаю, ну, фестиваль — это дело такое. На него кусок хлеба не копишь в фестивале. Это просто участие, это тусовка. Да, Ксюша, я тебе скажу. Сейчас уже, слава богу, у нас на фестивале зовут уже не выступать, а как жюри. То есть мы до этого момента растем. Гену очень любят поднимать там 10 баллов. Я всем 10 баллов. Таблички дал. Вышел на сцену, смельчак, 10 баллов. Подбираемся мы к новой песне, кстати. Да, давай, представляй, говори, что за песня, что навеял. Андрей Анатольевич, поведай мне. Выбрали бабочки. Выбрали бабочки. Как ты и хотел. Ой, вот смотри. Звоню Андрюше дня 4 назад. Я говорю, Андрюш, лет впереди. Давай из нового альбома попросим ребят на шансоне бабочки поставить. Отнесем, говорю. Сейчас зима придет. Он такой, да нет, давай поставим у нас такая работа, новые песни для военных. Я говорю, да давай про бабочек лета. Ну и вроде как бы разговор замялся. А мы едем сюда, к тебе. Так у вас Рождество пишется через бабочку. А я, ну понятно. Жэта, Жэта бабочка. Да, я потому что смотрел. Корпоративные насекомые. Группа, когда зарождалась, зарождалась. И вот когда в тот момент, я сижу, я смотрю, берегись автомобиль. Замечательный фильм. И вот помнишь, когда Папанов там будет М и Жо. Да, и вот этот момент, когда ты так, Жопа. Будет пардок. И мне говорят, это не очень, да. Я думаю, нет. Или нет, что так, я бабочку захотел. Вот так вот чуть-чуть ее скрасил. И получилось вот. Не любят гены буквы Ж. Ну да. Кстати, мне очень, наверное, не удавалось в школе. Я не могла просто ее... А ты знаешь... Я не могла понять механику. Я до сих пор ее пишу, как забор. Раз, два, три. Вот, не-не-не, все не так. Я тебя научу. Мне эту проблему решило, знаешь, когда я то же самое было. Попалось служить на флот, а я служил радистом, да. И дело в том, что ты там морзянку, когда изучаешь, надо же быстро писать там скорости чумовые какие, да. И вот, когда дошло до буквы Ж, я тоже там, значит, и ко мне эта старшина подходит. Сынок, буквы Ж у нас пишутся просто чайка. Галочка. Раз, быстро, 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 же. То есть такая, ну, В немецкая, например. Да-да-да. Когда точка Е там, просто точка. Вот. Вот. Раз, точка. Буква Е. Кстати, почему ты не в форме мочишки? В машине у меня футболка лежит, но я же тебе говорю, откуда я ехал? Я ехал самое... Откуда я ехал? С праздника. Не успел. А выглядит не очень хорошо, как будто они у тебя в рабстве, а ты такой весь, в горошек такой весь. Тогда я раздеваюсь. Так, песню будем слушать. Ладно, слушаем бабочки. Все, премьера песни. Стрештайк снова на Радио Шансон. Всем добрый вечер, группа Рождество гостит. Вот уже полчаса. В студии, 10 лет группе, Гене понравилась песня. Песня хорошая, Гене понравилась. А Андрей говорит, надо дорабатывать еще. То есть сырую вещицу, да, сейчас поставили? Да нет, нет. Это же между собой мы тут начинаем, ладно. Нет, ну тебе понравилось. Ты и пел, и танцевал, и вообще... Да, жаль, тут прямой трансляции не было. За кадром тут такое сейчас творилось. Это значит, как вы могли так... Нет, нет. Как вы смеялись? Если бы видели, как я могу. Да-да-да, вот эти песни лихого, залихватского командировочного. 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 Быка колхозного. Да, в зале ожидания в аэропорту. Вырвался из семьи. Да-да-да. Командировал. Да, вырвался из семьи. Кстати, вот ты сейчас сказал такую фразу, на которую бы я хотел заостриться. Ты сказал, что народ любят. Чем проще, тем лучше. Насколько вообще, когда ты так, я к тебе обращаюсь, как к автору, да? Насколько ты вообще, когда пишешь что-то, ты хочешь понравиться. Такая святая простота должна быть. Вот чем делать. Такая, что просто, да? А на самом деле... Вот нет, просто вот здесь вот мы ездили, смотришь, да, вот то, что люди слушают, да, так последние годы прислушиваются. Дат разные же вещи, разные направления. Это здорово, да? Разные. Потому что если мы сейчас пришли в Третьяковскую галерею, там один квадрат Малеевича кругом, да? Неплохо походили, посмотрели, да? Вот. Поэтому здесь должно быть много. Но вот народ, я тебе сейчас скажу, не так, наверное, да? Народ уставал от агрессии в последнее время. Народ хочет хороших песен, добрых, таких вот, душевных, ласковых. Чтобы хором. Да, да. Чтобы хором, чтобы вместе. Да, чтобы вместе за столом посидеть. Да, в конце вечера, да, прям шанс. Да, вот это, ты знаешь, уже, знаешь, там есть песня там... Нет, они... Как-то так, да. Ну, как-то так вот объяснить, могу, тебе, да. Ты несколько лет назад, там, шесть, опять-таки, семь, восемь, там, я не знаю, назад собирался заниматься вокалом, брать уроки профессиональные. Ты оставил эту идею, когда почувствовал, когда наутро проснулся знаменитым? Так нет, он же, он их берет до сих пор. Берешь? Конечно. Смотрите, поет-то как. Вчера он продул. Как мороз по стеклу рисует, да? Вчера, правда, ушатался немножко, а так... Так соловей. Нет, я знаю, да, да, спасибо, что помнишь, да. Учусь, учусь, каждый день учусь. У кого-то слушаю. Учится и работает. Да. Учится, учится у жизни, жизнь работает над собой. Вот ты сказал по поводу, опять-таки, возвращаясь к маленькому, юбилею маленькой круглой дати, десятилетию группы. Сказал, что позвать своих друзей. А с кем вы дружите? С кем дружит группа Рождество? А вот этот на долларах кто нарисован? Нет, с ним мы не дружим. Мы дружим с хорошими, достойными ребятами. Вот вас кто интересует? Ну, ваша компания, я имею в виду, естественно, в музыкантском? Нет, я имею в виду, узкий круг наших музыкантов или сама группа как группа? Как группа, с кем дружат? Ну, я не знаю. С первыми лицами нашей страны. Нет, ну, например, если, я не знаю, не замутить ли нам какой-нибудь концерт? С кем-нибудь. С кем-нибудь, да, например. Вот кого вы позовете, например? С кем вы в одной компании, что ли? Да, мы как-то, не знаешь, мы просто дружим, да. Наша музыка, она как-то не умещается никаким, мне кажется, компаниями. А так, когда приглашают друзей, ребят, конечно, мы идем. Но совместные концерты, наверное, мы, по-моему, не дойдем. Нет, ну, имеется в виду, какая-то дружба, она может перерастать в какие-то там совместные песни, в дуэты, да. Ага, ты про это, Мишель? Конечно. Но это уже было. Да, это уже было, да. И что-то еще будет в будущем, я так понимаю. Мы сделали там с Катей Лель, с Владимиром Ильичем Лещенко, с Жекой, с рэпером, потом с Галей с Прибалтики, с Мали, замечательный певец молодая, да, девчонка. То есть у нас много... Ну, я не знаю, кто это с Мали? Мали. 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 Мали! Когда у меня друг сидел на концерте, она сидела в зале, это было в том году у Кадышева, когда шестой альбом идет. Запрошу. Да, да, и мне потом друзья рассказывают, сижу, смотрю, Ген, поешь, а со мной, говорит, девка такая, сидит, говорит, я прям, говорит, дотронусь, локтем до нее стесняюсь, какая она хорошая, а потом смотрю, она с тобой на сцене стоит, говорит, выше тебя на голову, говорит, такая, говорит, ничего себе. Мали, прямо вот Мали. Мали. Мали, так зовут. Вот распиарили. Друзья, Малю, надо прерваться. Мали. Ксения Стриж в программе «Стриж тайм». Только на радио Шансон. Группа «Рождество». В гостях, больше всего у меня, конечно, самый загадочный здесь, это барабанщик, как и в любой группе, потому что... Но он самый дисциплинированный, на нем ритм. Нет, просто не угомонить никак. Это он просто без инструмента. Потому что он невозможно. Вот один раз Серега говорит, вот фразу один раз сказал, да, я до сих пор вспоминаю, забыли, говорю, вот у меня барабанщик. Он говорит, вот всех детей приносят айсты, и только барабанщиков приносят дятлы. Да. А знаете, какой у нас самый популярный вопрос на концертах? Мы коробочку кладем, да, и там все, как вы, почему вы назвали с Рождества, туда-сюда. Ну, вот у нас есть один самый популярный вопрос, который нам задают на каждом концерте. Да. Женат ли барабанщик? Ален Дмитриевна, привет тебе. Слушай, нет, дальше записка делать не идет. Серега отвечает, и все, дальше продолжается. Нормально, нормально. Ален Дмитриев, в тонусе, брат. А я, кстати, смотрю, такой странный, по большому счету, состав-то у вас. В общем, странный. Он очень даже не странный. Ну, как вот? Нормальный состав. Гена же на сцене ни на чем не играет, только поет, правильно? Ну, мне отняли гитару. А вот. Они говорят, плати. Да он, наверное, разбил вчера просто. Вчера разбилась. Он двигается зато хорошо. Нет, двигается, да. Спасибо, папа. Вы танцуете превосходно. Как в караоке. У нас еще есть девочка еще. Да, у нас Гиллианочка есть, недавно к нам пришла. Вот, девушка. Сережа, скажи про нее, ты же ее привел-то? Да, я ее взял за ручку и привел. Где-то ее в парке нашел. Она у нас играет на клавишах и поет. На басу еще играет. И на басу играет, да. Вот я смотрю, явно не хватает какого-то. Она, кстати, привет передавала Гилли. Она у Жеки работала. А, да, я знаю ее. Да, да, да. А я с ней познакомился. Геля, привет. Была такая команда Red Elvis. Она и есть. Мы с ней вместе. Red Elvis, конечно, очень классная. По Америке с ней Серега скитался там. Да. В одном фургончике. В одном фургончике на колесиках. В кибитке в одном, да, в кибитке. Геля, и тебе привет, если слушаешь. А вот давайте сейчас такой серьезненький вопрос. Вот больше, наверное, к тебе, наверное, да? Да, опять серьезный. Серьезный, серьезный вопрос. Вот просто интересно. Меня всегда привлекают люди, которые умеют говорить спасибо. И быть... А даже песня такая есть. Да, быть благодарными. Быть благодарными и не забывать каких-то там своих, я не знаю, учителей, например. Да, там каких-то. Вот ты можешь сейчас так вспомнить, когда лед тронулся, господа. Ну, то есть... Топтались-топтались на месте. Ну, вот когда дело пошло? Вот когда понеслось? Ну, по большому счету... Это я гений. Ну, говори ты, Андрюш. Не, не, ген, ген. На этот вопрос ответит... Нет, просто... Александр Друзь. На этот вопрос, что, где, когда будет отвечать. Нет, просто твои ощущения, как солиста. Ты еще как-то не... Не, ну, как солиста, да. Не, ген. К тебе же внимание такое, в общем-то, в основном. Нет, я честно скажу, у меня, наверное, просто вопрос какой-то сложный, мне кажется, да. Я далек, наверное, был когда-то в свое время от шоу-бизнеса, да, поэтому я к нему пришел в 40 с лишним лет. Для меня все вот это, все, что спросил, один раз я просто выучил песню, не выучил, а шел и услышал песню «Белую-белую», как играли, и она лилась где-то со второго этажа, под гитару сидели и пели ребята. Все, вот для меня я заплакал, сказал, господи, спасибо тебе огромное, да. И остальное мне уже неинтересно, да. И вот недавно был случай в бане. Молодые люди в нашем городе Дедовске, пацаны, огромное всем вам спасибо, берегите себя, да. Они нечаянно увидели, они даже не видели клип, где мы в Кремле когда-то у нас был, День полиции. И только они когда увидели, где президент, все вот это, да, я когда из парилки вышел, они говорят, извини, мы просто не знали. Да, я говорю, можно тебя, говорит, одеть и сфотографироваться с тобой, да. Я говорю, ладно, ребят, большой. То есть для меня, знаешь, какое уважение? Десять лет прошло, а люди только вчера узнали. И я говорю, господь, как ты ко мне, Юрий Благословен, каждый день я нахожу новых людей, нашего творчества, да, это очень приятно. А сейчас еще молодежь подрастает. И вот самое важное в этом, когда на концерты к нам приходят люди, а их детям два, три, четыре годика, и они поют наши песни, это стоит дорогого. Когда они, там вот у меня знакомый, не знакомый, хороший друг Константин есть, да, и вот у него сын, помнишь, когда в бутырке выступали, и вот он мне на следующий день рассказывает, после твоего концерта, утром, его сыну два с лишним годика, дай бог ему здоровиться, да, и он ему говорит, папочка, поставь-ка мне. Ну, это самое, он открывает, значит, ноутбук, календасы, он ему ставит карандаши, у него такая, значит, расческа, как микрофон. И вот он, говорит, попел, попел, когда песня закончилась, он такой поклонился, говорит, Геннадий, спасибо. Понимаешь, то есть вот это дорогого стоит. И поэтому сейчас мы делаем продукты, где, вот, кстати, надо было перезвонить, мы большой привет передаем всем людям, которые занимаются мультипликацией для детей, дать вам вам здоровье. К чему веду? То есть мы сейчас делаем продукт, в котором будет не просто клип для взрослых, но там еще будет чуть-чуть и для детей. Это уже дальше, впереди паровоза бежать не буду. Ну, в смысле, ну, это будет мультфильм? Ну, и будет интересно, понимаешь, вот ты сидишь с дяденькой, взрослым, да? Ну, говорит, со старым пердаком уже с каким-то... Нет, давай, нет, давай. С дяденькой для взрослых. Нет, давай, не так, давай. Сколько должно быть взрослого дяденьки лет? Рисуй другую картинку. Тетенька сидит с дяденькой, да? Пример, у них хорошее настроение. У них на столе стоит бутылка к дамам, а может быть и нет, неважно, да? И вот пылесосит, мама пылесосит. Папа пошел в гараж, мама пылесосит. Маленький Миша не дает ей покоя. Она говорит, а у нее играет, допустим, песня «Молодость», да? Где-то там в ноутбуке. Она ноутбук разворачивает, а там любимые герои там, ну, мы поиграем, а еще по экрану бабочки летают, там какие-то крокодильчики ползают. Где-то для детей. Потому что они слушают песни, а еще, чтобы внимание захватить. Но я хочу что-то приятное для них сделать, понимаешь? Вот, допустим, можно голубя нарисовать, вот голубь летит, да? Можно в голубь из рогатки стрельнуть. А можно сказать, показать ребенку, что голубь – это святой дух? Покорми его хлебом, и твой вопрос напрямую пойдет. То есть вот такие вещи я хочу еще делать. Вот над этим мы работаем с группой. То есть еще не пускать детей наших никуда, а хорошее, доброе нести им. То, что какие отцы и папы. На этой ноте я предлагаю пожелать друг другу хорошего лета. И зацеловаться, зацеловаться! А что, уже все? Все, уже уходим? Да, уже все. Не, подожди. А вы можете не уходить, кстати. Нам только программу надо закончить. А да, абсолютно. А так отпуск-то только начинается. Да, да, здесь такой кофе аппарат хороший. Я только разошелся. Нет, давайте скажем огромное спасибо от группы «Рождество». Всему персоналу шансона, ребята, за ваш труд. Вот за то, что вы ночами здесь сидите. Да, это кажется, когда люди слушают и говорят. А, давай там что-то. Не так все просто, да? Вот, поэтому большое вам спасибо и вам, дорогие слушатели. Будьте добрее к нам, да? Мы живем все в одной стране. Пусть говорим, может, на разных языках, но мы всем хотим мира, любви. И хочется сказать, давайте думать красиво о том, что всех ждет впереди. Заменим проблему учтива на молитву о спасении нашей души, а также на признаки самой первой нашей любви. Счастья всем! Браво! Ну, а я прощаюсь с вами, да, я прощаюсь с вами до 4 сентября. А мы тебя поднимаем на руки, качаем море, море, Ксюша, море!